Где пострадавших находится? Телевидение ТОЛК. Одного только увезли? Пострадавших нету, один только пострадавший. Северо-Власихинская, 60, спальный район города. Обычно здесь спокойствие и тишина, но вчера вечером тишину нарушил сильный пожар. В доме загорелась квартира на пятом этаже. Пламя стремительно перекинулось на крышу. В результате к дому стянулись все силовые службы города. Больше 70 огнеборцев и 25 единиц техники. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Жители всего дома экстренно эвакуировали. Люди выбегали на улицы, кто в чем был, захватив с собой самое ценное. Дома был. Не знаю, дома сидел, интернет отрубило. Я думаю, что такое. Ну и хлопки такие, так-так-так маленькие были. Ну, с крыши лопалось или что там. Открываю окно, смотрю, заседний подъезд, кровля. Там уже дым валит во все. Там столбом прям было. Пока выбегал, кота под руки побежал. В первую очередь взял, попавшиеся документы, паспорт и все. Все, в общем, был. А некоторые даже это сделать не успели. Впери вскрыли, и кота не может отойти. Стояли все с ключами. В общем, воды. Я зашла. Дышать там нечем, потому что сырость. Вода-то горячая. Хоть и мойся, когда можно, крышу все это. Огонь. Огонь пошла. Уже через час после пожара в школе 127 развернули пункт временного размещения. На месте ЧП приехал и глава города Сергей Дугин. Он рассказал, что все пострадавшие могут здесь переночевать. Для них созданы все условия – вода и горячее питание. Останется тогда. Если некуда идти, тогда пойдут сюда и будем их. А сколько человек, скажите? Где? Вообще в пункте временного. 50. Вот 30 кроватей мы развернули. Вот еще. 20 вот есть. Готовы еще. Люди не расходились до самой полуночи. Они смотрели, как пожарные разбирают кровлю. Рабочий процесс развернулся даже на детской площадке. Возьмут фонари, вода. А в полуночи людей наконец-то начали запускать, забирать документы. До самого утра пожарные работали на месте. Предварительно причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. Известно об одном пострадавшем. 67-летнего мужчину госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом. Спасатели не исключают, что виновником пожара стал именно он. Ведется расследование. Жители же сейчас больше всего волнуют, кто и когда восстановит крышу и за чей счет. А вы нам добавите? Будем разбираться. Мы же не можем добавить денег, потому что у нас таких полномочий нет. Короче, девочки долгое, мучительно проработаем. По итогам оперативного совещания у главы города принято решение восстановить кровлю. Завтра обещают определить сметную стоимость, а также подрядную организацию. Валентина Аскерова, Анастасия Дороган. День с толком.